Это снова вы, это снова я, и сегодня у нас речь пойдет про аниме. Кратко резюмируя, могу сказать, что это тупое говно, тупого говна, как сказал бы Гоблин. Но, к сожалению или к счастью, я во многих вопросах его не поддерживаю. Поэтому сегодня поговорим, как аниме влияет на наших малолетних дебилов. Эти псевдо-милые японские мультики развращают рассудок детей. В аниме могут быть спокойно показаны сцены различных извращений, которые в нормальных европейских странах цензурят и вырезают. При этом разврат может быть показан даже в детских этих самых мультиках. Япония на самом деле та еще странная извращенцев и фетишистов. Но поговорим об этом в следующем видео. Аниме пропагандирует насилие даже в детских японских мультиках полно сцен с кровью, убийствами и чрезвычайно жестокими драками. Это недопустимо в анимации. Абсолютная неадекватность представителей аниме-субкультуры. Они готовы с пеной изо ртов доказывать, что аниме это самое лучшее, что есть в жизни. Неадекватность анимешников хорошо видна в видео анимешники в метро. Прошу ознакомиться. Неадекватная рисовка. Нет, не так. Абсолютно неадекватная рисовка персонажей. Большие непропорциональные глаза. С чем надо было упороться, чтобы такое нарисовать? Это можно было бы простить, если бы мультфильм рисовали в Омске. Неадекватная анимация движений. Создается ощущение, что снимают со скоростью 15 кадров в секунду. А иногда вообще 8 вместо положенных 24 в кино. Смотреть такое вредно для глаз и для мозга. Хотя у анимешников его все равно нету, так что это простительно. Также чрезмерное мигание и мерцание там, где нужно и не нужно. До этого портятся глаза детей и взрослых. Так сказать, билет в светлое китайское будущее. Некоторые особо наркоманские проекты вызывают эпилептические припадки у детей и взрослых. Например, покемоны. Ну как такое в здравом уме можно вообще смотреть? Некоторые маленькие дети, смотрящие аниме, даже совершали суицид. Самураи хреновы. Хараки и рим не хватает. Теперь об анимешниках. Да, есть нормальные среди них. Но их мало, либо они незаметны. В этом и проблема, что самые конченные из них показываются у всех на виду. И кажется, что все анимешники такие. У каждого свой вкус. Что хочу, то и смотрю. Да, это твой выбор. Человек может жрать говно в прямом смысле этого слова. И заплевать его мочой. Говоря, что это его выбор. И никто не имеет права запретить ему это. Но есть ли в этом смысл? Задумайтесь. Ну а на этом у меня все. Пока.